Возле дома стояли соседи, они мне начали показывать руками, машут, я не поняла в чем дело, муж показывает ложись, как дым, ну как облако поднималось сверху. Ну, когда они зайшли, конечно, было очень тяжело, когда они зайшли в место. Это страшно, видеть человека с автоматом, который ходит тут рядом с людьми. Мы приехали с мужем с работы домой, с ночной смены. Ну и первый прилет был в нашу больницу. Возле дома стояли соседи, они мне начали показывать руками, машут, я не поняла в чем дело, муж показывает ложись. Я говорю, зачем? Больница у нас напротив нашего дома, там огромный, ну я даже не знаю какой величины, как объяснить какой величины, черно-серое пятно, как дым, ну как облако поднималось сверху. КОНЕЦ Ну, мне больше всего переживало за сына. У меня сын был в Мариуполе, он там учился. Ну, я звонила к нему, он мне не верил, естественно, что война. Мама, 14-го года идет война, а ты все время паникуешь. Я говорю, какая может быть паника войны, у нас в больницу разбили. Ну и он, у нас, я говорю, есть жертвы. Он опять не верил, он положил трубку мне на работу, мне на учебу, мама, не выдумывай. Ну и в 11 дня я к нему дозвонилась все-таки, он уже понял, что действительно война. Ну и приехал в 11 ночи. Первые дни мы были в подвале. У нас уже не было воды на угледаре, у нас был перебит газ. Газа практически не было. И мы опускались в подвал. Сразу соорудили там шлакоблок, скаты, поснимали двери, на двери ковры, одеяло, подушки, все, пустили вниз. Старший сын тоже был с нами, с семьей, с женой, с двумя детками. Все спали в подвале. Темно, отопления не было. На улице минус и в подвале минус. Музыка Музыка У нас сейчас идут бои на угледаре. Город выжигается. Вот просто выжигается. Вот такое ощущение, что вот, ну, просто стирается с лица земли. Вот как Мариуполь, как Волноваха, как все другие города. Музыка 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 что это война. И муж говорит, у нас же там хозяйство было, у нас там было 85 коз, дом, огород, и нужно было кормить этих животных. И муж говорит, я поехал, но я вернусь. Я говорю, я поняла. Но он вернулся, смог вернуться через две недели, потому что дорога простреливалась с Константиновки, село Константиновка до Угледара. Сначала мы уехали в Константиновку на дачу, побыли там две недели, но там тоже начался обстрел, и мы двумя тавриями, мужа и сына, переехали сюда. Еще взяли сваху, у которой был инсульт, и мы ее прямо привезли на ЖД вокзал, оставила, ну как, маршруткой. Замечательно, замечательно. Прямо на вокзале были волонтеры, мы подошли к ним, они нам дали адрес и номер телефона, нас накормили, уложили спать. Ну, все, вот все условия, пожалуйста, только живите. Очень хорошо, очень огромное спасибо. Мы обязательно вернемся, мы обязательно вернемся. И все будет хорошо, и все будет кругом Украина. И Донецк тоже, у меня в Донецке мама, и она очень хочет тоже, чтобы была Украина. Очень. И чем быстрее, тем лучше. И дай Бог здоровья всем, 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 всем нашим военным, президенту, всей его команде. Огромнейшее, огромное, огромное спасибо. А мне дети позвонили. Тут же первые бомбы были. Все перевернулося в один день. Все перевернулося. Когда они заходили, конечно, было очень тяжело, когда они заходили в місто. Они долго не заходили вокруг, все села были окупованы, а в місто они не заходили. А когда они заходили, то страшно бачить человека с автоматом, который ходит тут рядышком помимо людей. Люди стали выезжать, очень много, с детьми. Люди по-разному выезжали. Кто под бомбежками ехал, кто по два-три раза возвращался в своё место назад, за день не могли выехать. Ехали. Сколько там мы бачили машин перевернутих, продуктів скинутих по обочинах было. Мы, когда приехали, я не думала, что оно такое бывает в жизни. У меня такой струс был, это очень страшно. Ну, побачили, когда наших хлопців спокійнейше ждемо теперь перемоги, потому что место доброе, ухайне такое, люди хорошие, очень много переселенцев, очень доброе. Если будет целое место, то да, додому. У меня там мама осталась старенькая, 84 года. В седьмой этаж какой-то снаряд прилетел насквозь наш, и всё повылетало, и окна, и всё повылетало. Взорвало всё. Что взорвалося? Ну, снаряд, наверное. Ну, правда, покалечило. Мы с женой шли, и их покалечили. Субтитры создавал DimaTorzok